Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Ди, мой канал о моде и красоте, он также об умном шопинге. Сегодня речь пойдет снова о тех уловках, которые использует продавец в отношении покупателя, чтобы, в общем-то, вынудить, по-другому не скажешь, купить его те или иные товары. Речь пойдет о магазинах, которые продают аксессуары. Это могут быть ремни, это могут быть сумки, сумки и ремни, ну, в общем-то, какие-то красивые платки и так далее. В общем-то, в этих магазинах также стройнящие зеркала, также выставлен свет таким образом, чтобы мы видели себя более красивыми, более привлекательными, соответственно, чтобы нам хотелось купить ту сумку, на которую, в общем-то, мы обратили свое внимание. Но есть совершенно другие трюки, которые применяются очень часто в этих магазинах, и, в общем-то, эти трюки часто применяются вообще в дорогих, так называемых, люксовых магазинах. Но прежде я хочу показать вам, в общем-то, и обратить ваше внимание на очень популярные сейчас влоги очень разных блогеров, стилистов и, в общем-то, персональных покупателей, как я, которые они делают непосредственно в примерочных, то есть они примеряют те или иные товары, и очень часто эти влоги имеют место быть в магазинах так называемого макс-маркета, я не люблю это слово, но вот очень часто магазины типа Зара, Манго и так далее, в общем-то, называются масс-маркетом. Соответственно, блогеры идут туда, примеряют вещи красивые, делают аутфиты и показывают, показывают зрителям. Соответственно, что происходит? Очень часто зрители видят, что это действительно красиво, и самое главное, они могут пойти и увидеть, и примерить, и посмотреть, и даже купить ту же самую вещь, которую советует тот или иной блогер, делая влог из примерочной. Но что происходит очень часто в примерочных? Мы помним о том, что есть так называемая магия селфи и так называемая магия, в общем, инстаграм, ютуба и так далее. Соответственно, я хочу вам продемонстрировать самый обычный домашний халат. Этот халат, в общем-то, он очень старый, на нем пятна от хлорки есть, потому что иногда я в нем убираюсь. Вы видите, насколько у него закатанный, в общем-то, край, у него под мышками вот такие протертости, но халат этот очень-очень удобный. И, соответственно, я решила сохранить его вот буквально еще один год, пока мой ребенок маленький, мне приходится кормить и очень часто менять свои вещи. И, в общем-то, могу вас уверить, что даже вот такую вот невзрачную вещь по своей сути, а также, в общем-то, по своему качеству, то есть там практически дырки видны, а также, в общем-то, пятна этой еды вы можете заметить. Я специально взяла такой халат, могла, конечно, взять чистый новый. Нет, я взяла специально такую вещь, чтобы показать вам, как может, в общем-то, привлекательно все это выглядеть, ну, когда вот делаешь себе селфи, либо когда делаешь себе, в общем-то, ну, какие-то вот такие съемки из примерочной. Поэтому очень внимательно относитесь к таким видео. Повторюсь, не все может выглядеть хорошо в жизни, так как оно выглядит на тех или иных блогерах и блогерах, которые примеряют все эти вещи. Хочу также обратить ваше внимание, что очень часто такие блоги делаются из примерочных, потому как не все магазины допускают, в общем-то, съемку внутри своего помещения. Но блогерам и блогерам это только на руку, потому что чем уже помещение, тем, в общем-то, хуже свет, соответственно, не все погрешности видны, а очень часто в магазинах масс-маркета, в общем-то, вещи на фотографиях, в общем-то, вещи на съемке, они выглядят гораздо лучше, чем когда мы возьмем их в руки. Но, опять же, повторюсь, что на нас может действовать вот эта магия, селфи-магия Ютуба, и мы, в общем-то, будем думать, держа такие вещи в руках, что и на нас они будут смотреться так же, как они смотрелись, в общем-то, в видео. Но это не так, это заблуждение. Поэтому, если вам что-то понравилось в таких примерках, обязательно с холодной головой оцените свой аутфит. Если вам кажется, что он не смотрится так хорошо, как смотрелся в видео, ну, скорее всего, он действительно не смотрится так хорошо, и на это совершенно есть четкие причины. Итак, продолжаем наш разговор о тех уловках, которые очень часто применяют в дорогих магазинах, ну, а также магазинах, где продают, допустим, только сумки или какие-то аксессуары. Первая уловка – это огромная и тяжелая дверь. Очень часто стоит специальный человек, который эту дверь открывает. Но когда вы подходите к магазину, вот он куда-то в другую сторону вдруг смотрит. Безусловно, глупо стоять перед дверью и ждать, пока он на тебя обратит внимание, тем более, что он с другой стороны, а, как правило, может быть и холодно за пределами магазина, и дождь может капать, да, и ты сама эту дверь открываешь. Эта дверь, как правило, ну, на самом деле, очень-очень тяжелая. То есть, если в недорогих магазинах двери открываются автоматически, да, на фотосенсорах стоят, то в этих магазинах двери очень тяжелые. Зачем это сделано? Это сделано за тем, чтобы мы почувствовали себя незначительными, мы почувствовали себя, в общем-то, ну, практически ничтожными, несмотря на то, что у нас в кармане лежат деньги на сумку, которая равна, ну, наверное, месячной зарплате, да, среднестатистического человека. Но, тем не менее, да, мы должны почувствовать себя, вообще-то, на входе в этот шикарный магазин ничтожными. Это такой же прием, как когда нам намекают в магазине одежды, что вещь, возможно, слишком дорога для нас. То есть, чтобы, в общем-то, повысить себя в своих же, прежде всего, в глазах, ну, возможно, в глазах, в общем-то, того заведения, куда мы пришли что-то покупать, покупатель будет, скорее всего, стремиться купить ту вещь, которую, возможно, он только пришел посмотреть, присмотреться, примерить и так далее. Итак, первая уловка, она встречает, в общем-то, нас прямо на пороге магазина. Обратите внимание, что когда мы выходим, нам дверь, как правило, в таких магазинах всегда открывают. Но вот когда мы заходим, мы вынуждены сами бороться с этой тяжеленной дверью. Вторая уловка, которая очень часто используется в этих магазинах, это то, что вот когда мы озвучили свою просьбу, да, либо даже когда мы ее не озвучили, мы просто зашли и стоим, нет свободного консультанта. Это тоже связано с тем, что, в общем-то, нам хотят дать понять, что, в общем-то, не справа на то, что вещи очень дорогие, они расхватываются, как горячие пирожки. Ну, и, в общем-то, ты так скромно стоишь в центре зала, либо там, ну, где-то к стеночке, уже потихонечку отходишь, потому что ты уже чувствуешь себя ничтожно, открывая эту огромную дверь, да. И, в общем-то, и консультанта на тебя не хватает, тут все пришли покупать-покупать, да. Чувствуешь себя, ну, несколько вот так вот не очень. И именно для этого, в общем-то, все это и создается. Я раньше думала, что действительно у них не хватает консультантов. И думаю, боже мой, ну, неужели нельзя увеличить штат сотрудников хотя бы, в общем-то, на пике продаж? Это распродажи, это какие-то праздники, да. Думаю, ну, неужели нельзя взять штат сотрудников, которых можно вот просто привлекать к обслуживанию клиентов, вот непосредственно, когда очень-очень много и пик покупок имеет место быть. Но нет, это все сделано специально, чтобы, в общем-то, мы опять же почувствовали себя ничтожными. Вот мы пришли в этот магазин своими деньгами в кармане, да, то есть, в общем-то, таких, как мы, тут миллионы ходят и покупают все, покупают-покупают каждый день, и консультантов вот их просто не хватает. Очень часто что дальше имеет место быть? Дальше нам предлагают чаек, кофеек, ну, иногда сок, водичку могут предложить, да, и не только нам, допустим, если мы пришли с детьми, и наших детей тоже обласкают и полюбят, потому что консультант, ну, пока он не освободился. А это связано с тем, чтобы, в общем-то, вызвать у нас, ну, некое чувство вины и признательности, да, нас покормили там на 3 копейки, а мы потом 3 тысячи евро там оставим. В общем-то, вот такой вот простой прием. Соответственно, сначала нас уничтожили прямо на входе, а потом, в общем-то, нас полюбили, да, и вот за этот вот минимум этой любви мы, в общем-то, чувствуем себя обязанными, ну, очень-очень хорошо присмотреться к той вещи, вообще-то, за которой мы пришли. Как правило, когда мы заканчиваем пить наш чаек и кофеек, как правило, освобождается всегда консультант. Ну, соответственно, вот какие-то такие простые уловки используют такие дорогие мега-магазины. Я всегда раньше думала, что действительно не хватает консультантов, не заметил меня, в общем-то, человек, который должен был мне дверь открыть. Но нет, это все очень-очень продуманный маркетинг. Итак, будем внимательны, помним, что нас хотят выбить из колеи, да, что нас хотят вынудить сделать ту или иную покупку, очень часто покупку очень-очень дорогую, и, соответственно, соответственно, не поддаемся ни на какие уловки. Всегда холодная голова, всегда отражение в зеркале. И вторая примерка, даже если мы купили сумку, помним, что по закону о защите прав потребителей мы всегда можем ее вернуть. Это была Яна Скворцова, всем хорошего дня, пока-пока.